Совершенно ни на что не претендуя в плане теоретических изысканий, мне все же хотелось бы обратить внимание заинтересованных людей на логические нестыковки вот такого рода размышлений. В течение 500 лет наука искала ответ на вопрос, частью чего мы являемся. И вот она первая нестыковка, сразу же бросающаяся в глаза. Мы же все, все космические тела и частицы, однозначно являемся частью абсолютной пустоты. Разве не к такому выводу мы однозначно придем, бесконечно углубляясь в глубины любых тел и любых частиц? Позже ученые ломали голову над тем, как все началось. Соответственно, и все началось с абсолютной пустоты, и все продолжается в варианте абсолютной пустоты. Тогда они не понимали, что космос нашептывал им ответ. Вот именно, этот ответ даже Ленин услышал. Просто они не могли его услышать. И именно по идеологическим соображениям, вопреки логике, примерно так и простые люди и представители научного сообщества никак не хотят сейчас разглядеть тех же природных гравилетов в молекулах газов. Да и не только в молекулах газов, а во всех без исключения космических телах и в космических частицах. У всех их наряду с гравитацией правят бал абсолютная пустота и та же антигравитация, обусловленная так или иначе скоростными процессами, присущими той же абсолютной пустоте. Вот это все и лежит на поверхности, и именно об этом нам шепчет окружающий нас мир. Об этом же, кстати, лучше всего свидетельствуют и электрические, электромагнитные и прочие поля, которые уж очень будоражат незрелые умы участников глобальной волны. Тем более, что уже есть и вполне серьезные разъяснения насчет этого же на основе виртуальной реальности.